Вершки и корешки Подружился как-то мужик с медведем. И решили они вместе репу сеять. Рано утром чуть свет пришли в поле. Мужик сразу принялся за дело поле засевать. А Мишка об урожае мечтать. Ну вот работа сделана. Начали они уговариваться, как урожай делить. Мужик и говорит, я возьму себе корешки, а тебе, Миша, достанутся вершки. На том и порешили. Выросла у них хорошая репа. Собрали они урожай. Мужик, как и договаривались, взял себе корешки, а Миша отдал вершки. Видит медведь, что прогадал. Одни листья получил. И заревел. Ты, брат, меня надул. Ну смотри, когда будем в другой раз сеять, ты уж меня так не проведешь. На другой год говорит мужик медведев. Давай, Миша, опять вместе сеять. Давай, только теперь ты себе бери вершки, а мне отдавай корешки. Ладно, говорит мужик, пусть будет по-твоему. И посеял мужик пшеницу. Снова сам, пока косолапый рыбку себе ловил. Добрая пшеница уродилась. Мужик взял себе вершки, а Миша отдал корешки. Намолотил мужик пшеницей. Намолол муки. Напек пирогов. А медведь опять ни с чем. Сидит над ворохом сухих стеблей. Ну, кто как работал, тот так и заработал. Вот с тех пор и перестали медведь с мужиком дружбу водить. Кашка маленька, орел велик. Он головушкой от того понит. Она поет, в облаках летит. И на орлика свысока глядит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова